Основные компоненты кризиса смертности в России. Общие тенденции. Если мы не можем с уверенностью определить более широкие «социальные силы», стоящие за продолжающейся катастрофой в области здравоохранения в России, мы можем, по крайней мере, с некоторой точностью описать факторы снижения уровня здоровья арифметическим путем разложения совокупной смертности по возрастным группам и заявленным причинам смертности. Мы начинаем это упражнение с рисунков 3.12-3.14. Эти цифры оценивают совокупную избыточную смертность мужчин и женщин в каждом возрасте за период 1992-2006 годов, используя 1986-87 год в качестве ориентира для последующей избыточной смертности. Как видно из рисунков 3.12-3.14, перспективы выживания в посткоммунистическую эпоху были значительно выше, чем в позднесоветский период только для одной группы в России – младенцев в возрасте до одного года. Тенденции младенческой смертности, по сути, представляют собой единственное возможно позитивное достижение в области здравоохранения в Российской Федерации за последние годы. Хотя показатели младенческой смертности в Российской Федерации по-прежнему намного выше, чем в Западной Европе, смертность на тысячу живорождений в 2006 году оценивалась в 10,2, по сравнению с заявленным показателем Европейского Союза – в 3,9. Уровни младенческой смертности в России, тем не менее, ниже, чем, по крайней мере, в семи других бывших коммунистических странах, охваченных Евростатом. Возможно, что еще более важно, уровень младенческой смертности в России в 2006 году был едва ли вдвое ниже, чем 20 лет назад. Вы прослушали начальные строки данной статьи. Целиком эту статью читайте из текстового файла, ссылка на который дана в описании ролика. Также там найдете ссылки на всю книгу на русском и на ее оригинал на английском. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok